Все современные споры об антипутинской революции располагаются в диапазоне между двумя известными цитатами из Гёте. Первая. Конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. И вторая цитата. Лучше несправедливость, чем беспорядок. Самое смешное, что даже если случится чудо и Путин 4.0 вернется в свою до-юковскую фазу и возобновит рациональные модернизированные реформы, он не сможет сделать главного – вновь разбудить общество и объединить вокруг реформ и самого себя. Да он и не умеет это делать. Он умеет запугивать или усыплять. Третий за сто лет четвертьвековой деспотический период окончательно уничтожит российский социум и разложит государство. За его спиной все рухнет. По одной простой причине. Только Путин поддерживает баланс между здравомыслием, фашизмом и безоглядным воровством в правящей верхушке. Ни один его преемник такого не сможет сделать. И начнется жестокая битва диадохов о неостывшем теле Александра. Поэтому любая отсрочка революционных перемен делает их все более и более опасными и тяжелыми. Леонид Госсман на это обращал внимание еще несколько лет назад. А для эволюционных перемен нет ни воли, ни кадров, ни внятной концепции. Есть только судья Васина, которая приговаривает к запрету фильм, который просмотрела треть взрослого населения страны. Это как с Кадыровым-младшим. Только его режим удерживает Северный Кавказ от перехода в руки халифатцев. Но именно его методы подавления инакомыслия создали ситуацию, когда только исламистская революция осталась альтернативной для существующему положению дел. И так, когда закончится Путин, закончится современная Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова